Здравствуйте, друзья! Это телеканал Провинция Востока. Я Андрей Жилин. Сегодня в нашем предновогоднем выпуске я буду символизировать уходящий 2018 год. Этот год для всех был разным, но уверен, у каждого из вас в нем был повод для радости. Каким был 2018 год для Великого Устюга, Родины, Тысячи Прекрасных Людей и Российского Деда Мороза? Об этом мы сегодня поговорим с главным волшебником страны. Здравствуйте, дедушка! Здравствуй, здравствуй, внучек! Рад видеть тебя, очень моей сказочной. Дедушка, я сегодня приехал к тебе, чтобы подвести добрые итоги уходящего 2018 года. Расскажи, пожалуйста, каким этот год был для тебя? Год был добрым, а еще особенным, юбилейным. Как-никак, 20 лет к теремку моему отмечали. Уж 20 лет стоит он на земле этой, гостей принимает, стоит, не шелохнется. Вот и в день рождения мой, 18 ноября, мы его и честовали. О, жил дом, раскинулся, наводчину всю, всех гостей принял, каждому чудеса показал. А уж потом мы гуляли, веселились. Добрый был год. Ну что ж, прекрасно, дедушка, у тебя выдался год. Но все-таки давай посмотрим, каким этот год, 2018, уходящий год, запомнился жителям Великого Устюга, знаменитой твоей родины. 18 марта в стране прошло главное политическое событие этого года – выборы президента России. Владимир Путин одержал безоговорочную победу на выборах. Отметим, Великоустюский район вошел в пятерку областных лидеров появки на выборах президента. В этот же день проходило и рейтинговое голосование за общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 году. Любой желающий мог отдать свой голос за 2 из 9 территорий. По итогам голосования определились два лидера – сквер на улице Шумилова и сквер Нагорный. Минувшим летом работы по благоустройству стартовали и уже осенью в торжественной обстановке общественные территории открыли. Продолжалась в течение года реализация целевых программ. 8 двухместных каяков приобрели в рамках программы «Народный бюджет». Спортивные сплавы станут одной из услуг физкультурно-оздоровительного комплекса. В рамках этой же программы в сельских поселениях Великоустюского района появились новые спортивные площадки. Детские городки оснащены горками, качелями, турниками и спортивными снарядами. А в парке культуры и отдыха появился новый туалет. В рамках «Народного бюджета» на его строительство потрачен 1 миллион рублей. Установка туалетного модуля заняла меньше недели. В 2018-м в городе и районе ремонтировали дороги. На капитальный ремонт улицы Глединская выделили 33 миллиона рублей. 21 из них – средства областного бюджета, 18 миллионов – местный бюджет. Одновременно с ремонтом дорожного полотна подрядчик проводил работы по укладке тротуара, также в асфальтном исполнении. Протяженность отремонтированного участка – более 2,5 километров. Велась активная работа и по переоборудованию системы освещения города. Заменено 53 светильника на участке улицы Красная и 18 фонарей на улице Виноградова. Планируется, что в скором будущем все старые плафоны в городе будут заменены на новые энергосберегающие. Меценатов всегда на Руси было много. Прошли сотни лет, но традиции все еще живы. Один из ярких примеров тому устюжанин Виктор Чучин, который в течение уже нескольких лет делает родному городу подарки-памятники, архитектурные формы и арт-объекты, которые радуют устюжан и гостей города. Интересный подарок устюжанам и гостям города сделало и предприятие «Электротеплосеть». 90-летию местные умельцы соорудили интересную скульптуру, за которую смело можно поставить «Отлично». 2018 год не обошелся без происшествий, в которых героизм проявили сами устюжане. В июне шестилетняя жительница юдинского сельского поселения чуть не утонула в канаве с водой. К счастью, девочку вовремя заметили и спасли. Сделал это несовершеннолетний населечанин, а уже в середине августа устюжане Андрей Голев, Сергей Ситников и Николай Пожирищенский, проводя тренировку самбистов, стали свидетелями трагедии на воде. Сразу трое подростков начали тонуть. Благодаря действиям мужчин удалось спасти двух тонущих подростков. А вот еще один достойный пример для подражания подрастающему поколению. Иван Петров, курсант речного училища, уже награжден двумя медалями за мужество и за спасение утопающего. Благодаря инвесторам в 2018 году удалось вновь открыть производство древесных гранул. Объемы внушительные – 150 тонн продукции в день, в год до 40 тысяч тонн гранул. После установки еще одной сушильной камеры масштабы производства планируют наращивать. В середине декабря на фанерном комбинате запустили новую систему газоочистки. Это серьезный шаг к улучшению экологии поселка Новатор и Великого Устюга. Запуск высокотехнологичной системы позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую среду более чем на 90%. И еще о новшествах. Одним нажатием кнопки жители Великоустского района, точнее обладатели цифровых приставок, получили возможность смотреть на экранах своих телевизоров уже 20 каналов в хорошем качестве, причем абсолютно бесплатно. Официально по всей стране второй мультиплекс начнет работать с 1 января 2019 года. Однако в Великом Устюге в тестовом режиме программа запущена с декабря 2018. Последний месяц года запомнился и открытием долгожданного кинозала в молодежном центре «Авангард». Работа велась в течение всего года. Для организации кинопоказов закупили оборудование, кинопроектор, 3D-экран, очки, установили новые кресла. Сегодня кинозал «Авангарда» отвечает всем требованиям. Уютно разместиться здесь могут сразу 150 зрителей. Новинки кинопроката выходят на экран кинозала в день премьеры. О духовной жизни города. Православная община в этом году получила сразу несколько подарков. Церковные песнопения вновь начали звучать в Успенском соборе Великого Устюга. В течение 106 лет с 1682 по 1788 год храм выполнял функции кафедрального собора Великоуческой и Тотемской епархии. Он также служил местом упокоения Великоуческих епископов. Посетил Белокаменный Великий Устюг и Святейший Патриарх Московской и Сия Руси Кирилл. За всю историю существования Великоуческой епархии, как доролюционную, так и новейшую, это первый патриарший визит в Великий Устюг. В соборе Прокопия Праведная, представитель православной церкви, провел богослужение, которое стало лучшим подарком к светлому празднику преображения Господня. Для многих верующих личная встреча с Патриархом стала событием жизненным, чем-то неописуемым и непередаваемым. 20 лет назад было положено начало проекту «Великий Устюг. Родина Деда Мороза». Турпоток за два десятилетия вырос многократно. Сегодня Великий Устюг стал известен далеко за пределами Вологодщины и даже страны. Развитие проекта дает и развитие города. В Великом Устюге ремонтируют дороги, развивается инфраструктура. Уже в новом году стартуют работы по реконструкции Великоуческого аэропорта. День рождения Деда Мороза губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал Сюжанам о грядущих изменениях, которые коснутся и водчины Зимнего Кудесника. Территория водчины увеличится более чем в два раза – 42 до 90 гектар. Расширится и территория зоосада. Будет построен учебно-методический центр, появятся экспозиции мелких экзотических животных, сафари-парк и эко-деревня. Для каждого из нас этот год был наполнен самыми разными событиями. Ты, дедушка, широко отпраздновал 20-летие проекта «Великий Устюг. Родина Деда Мороза». А вот чем запомнился 2018 год самим Устюжанам, мы решили спросить у них самих. 2018 год запомнился чемпионатом мира по футболу, праздником, эмоциями, всем самым классным. В 2018 году я поняла, что такое счастье. И что такое счастье? А все раньше думала, что оно бывает разное. А теперь, наверное, с годами, вы представляете, только в 2018 я открыла, что счастье – это когда на душе спокойно. Все живы-здоровы в семье, самое главное. И год прошел удачно. И год прошел удачно, работа есть. Он был неплохой для всех, и лично для меня, и для коллектива. Может, какое-нибудь яркое событие было? У нас яркое, конечно, мы же каждое лето выезжаем на море, поэтому мы в это лето тоже выезжали на море, в Девноморское тоже получали первые места. Такое яркое событие. Четыре раза лежала в больнице. То есть не очень хорошо? Не очень, да. Несчастливый год. Но к концу года вылечили все, прошли все болезни. Отработал в лагере «Юнга» на базе речного училища. И отучился первый курс очень хорошо в речном. Событий было очень много. Чем мне запомнился, наверное, поступление моего младшего брата. Это были нервы, это были переживания. Но, слава богу, все получилось удачно. Он поступил. Дедушка, а знаешь ли ты годом кого? По восточному календарю считается уходящий 2018 год. Конечно, знаю, внучек. Вот желтые собачки. Верный дедушка, в нашем городе есть место, где содержится очень много собак. Они живут в тепле, их хорошо кормят. Но в 2018 году, к сожалению, все они остались без хозяев. Давай познакомимся с ними поближе. Возможно, в их жизни появится новый дом, а их новые хозяева окружат их заботой и добротой, конечно же. Давай познакомимся. Подходит к концу 2018 год. По восточному календарю год желтой собаки. В течение всего уходящего года мы рассказывали вам, друзья, о подопечных приюта Доброе Сердце. Если вы внимательно смотрели наши программы, то знаете, что в приюте живут не только кошечки, но и множество собачек, символов уходящего года. Канун Нового года – время волшебства, добра и чудес. Предлагаю вам сегодня познакомиться с каждой собачкой, которой Новый год суждено встретить в приюте. Хотя, возможно, под конец года судьба окажется благосклонной к его символам и подарит им новые дома, новых хозяев и возможность стать частью ваших счастливых семей. Пойдемте знакомиться. Это Макс, красавец-далматин. Ему три с половиной года. И он чудесный пес. Он добрый и верный, умный, дисциплинированный и послушный. Но ему не повезло. Первые хозяева отказались от него после появления в семье маленького ребенка. С того времени жизни не заладилось. Ни в одном доме Макс надолго не задерживался. Очередным хозяевам вновь и вновь становилось не до него. Этот пес такого отношения не заслуживает. Такому плюшевому красавцу место в доме или в квартире. А не в гараже, пусть и теплом, где ему сейчас приходится жить. А это Шарик. Ему примерно три с половиной года. На судьбу этого пса выпало немало бед. В приюте он уже не первый месяц. Но страх начал пропадать не так давно. На Шарика, когда он был совсем еще маленьким щенком, надели ошейник. Надели и бросили выживать среди дачных участков деревни Ишутина. Шли месяцы, счет пошел на годы. Ошейник не просто стал для Шарика тугим, а врос в его шею. От боли пес почти одичал. Его спасли волонтеры и неравнодушные жители деревни. Сейчас Шарик здоров, красив и в меру упитан. Он больше не боится людей. Снова научился им доверять. Не зря говорят, что доброта лечит. Ласковая, общительная, игривая, добрая девочка. Все это про Милу. Милке всего 3-4 месяца. Она прибилась к автомойке после того, как ее выбросили из дома. Милка веселая, задорная, игривая девчушка. Она очень энергичная, но в то же время послушная. Хорошо гуляет на поводке и спокойно ездит в автомобилях. А еще Мила отличный ученик. Новые команды она схватывает на лету. Мила очень милая собачка. В нее просто невозможно не влюбиться. Вот эта красавица просто само спокойствие и уравновешенность. Эту девочку из-за ее окраса волонтеры прозвали Беляночкой. Она и семь ее братьев и сестер остались совсем одни в глухой деревне. Трое не выдержали, погибли. Еще троих удалось забрать в приют волонтерам доброго сердца. Двоих поймать так и не получилось. Они остались в глухой деревне и практически одичали от жизни вдали от людей. Сегодня Беляночка в приюте осталась одна. Ее сестру и брата забрали в новые семьи. Этой девчушке примерно два годика. Она очень спокойная, безумно ласковая и добрая. Беляночка собачка маленькая. Ей не нужно много места или отдельную будку. Она прекрасно смогла бы жить и в небольшой квартире. Лишь бы люди окружали хорошие. А этой красавице имени в приюте не дали. Так и живет пока безымянный. О ее судьбе доподлинно мало что известно. Говорят, был хозяин, да сплыл. Переехал в другой город. Собаку кому-то отдал. А тому кому-то она оказалась и не нужна вовсе. Долгое время она жила возле почты Деда Мороза и даже примерила на себя роль охранника. Но агрессии никогда и никому не проявляла. Девочка очень умная и прекрасно ладит с детьми. Она любит с ними играть. Это добрая и верная собака. У этих двух пугливых девчушек тоже до сих пор нет имени. В отличие от многих других подопечных приюта, в их жизни никогда не было хозяина. Они родились в стае бездомных собак, обосновавшейся неподалеку от деревни Стрига. Первыми людьми, с которыми им довелось общаться, это волонтеры доброго сердца. Эти две девочки очень красивые. Они совсем не злые и не агрессивные. Но вот понимать человека до сих пор так и не научились. Сколько времени понадобится на их социализацию, волонтеры предположить сейчас не могут. Процесс это небыстрый и требует внимания, терпения и ответственности со стороны людей. Но мы же с вами помним, что доброта все лечит. А это местная суета-сует. Два уже подросших щенка родились в деревне Пеганово. Щенки игривые, общительные, веселые и добродушные. Они любят гулять и уже привыкают к ошейникам и поводкам. К людям малыши относятся доброжелательно, не боятся. Они очень любят внимание, радуются каждой возможности общения с людьми. Правильное воспитание, забота и доброта вырастят из этих пока еще совсем крох отличных верных друзей. Вот такие они символы уходящего 2018 года, которые сейчас живут в приюте. Друзья, Новый год это время волшебства. В канун праздника вспомните о том, что вы тоже можете стать волшебником. Это просто. Достаточно кого-то сделать счастливыми. Этих собачек, например. Им многого не надо. Только знать, что у них есть дом и хозяин, на которого они будут смотреть преданными глазами. Будут ждать его возвращения с работы, подавать лапу, вместе гулять и радоваться тому, что хозяин у них есть. Станьте этим добрым волшебником. Символы уходящего года очень вас ждут. Какие замечательные собачки! Желаю вам, друзья, чтобы у каждой из вас нашелся в новом году новый дом. Теплый, уютный, с любящими хозяевами. Дорогие мои друзья, 2018 год запомнился мне, потому что творили добрые дела от мала до велика. Украшали этой добротой весь мир. Не только в очине моей сказочной, но и по всей России, матушке. В России был год добровольца, а у меня добрых дел, добрых помощников. Много мы, много сделали с друзьями своими. Много запланировали. Идеи интересные, увлекательные. И надеюсь, что в новом году они тоже исполнятся. Дедушка, совсем скоро мы уже будем отмечать новый 2019 год. Это год желтой свиньи. В канун праздника мои коллеги заехали в гости в одно из крестьянско-фермерских хозяйств, где и познакомились с его обитателями, маленькими поросятками. Предлагаю посмотреть, как они живут. Пойдем посмотрим. Свинка – это символ грядущего 2019 года. Что это за животное, в чем его особенности. За ответами на эти вопросы мы отправились в гости к особенно уникальным представительным поросятам. Они живут в поселке Нокшино. Ты сейчас развалите, а вы говорите. Символ будущего года обладает общительным и веселым драмом. А еще свинки очень добрые, терпеливые и в то же время осторожные и рассудительные. С нами знакомиться не торопились, быть может потому, что их год еще не наступил. Иди давай сюда. Для свинини существует такого понятия, как усталость. Она способна без устали бродить по лесам и рыть пяточком землю в поисках еды. А вот маленькие и большие жители деревни Нокшино любят сено, капусту и, конечно, вкусную кашу. На ферме в деревне Нокшино более 50 представителей поросят, а особенных только 7. Они отличаются окрасом. Есть черненькие и рыженькие. И те, и другие абсолютно милые и неприхотливые поросята. Какие они красивые, я так не могу. Во, ой-ой-ой. Какой ты, иди давай сюда, я тебя поглажу. Какой, ой-ой-ой. А как же угодить таким милым животным, чтобы год прошел удачно? Никто не задумывался. Самое лучшее место для праздника – ваш дом. Но свинка вряд ли обрадуется шумному месту, в котором будет большое количество народа. В ночь встречи Нового года лучше ограничиться общением с самыми главными людьми, семьей и близкими друзьями. Все сюда, давайте, все сюда, все-все. Виск свинки может достигать громкости в 115 дБ. Вы только представьте, это на 3 дБ выше, чем звук сверхзвукового авиалайнера. Кстати, когда они не визжат, они говорят. Свиньи постоянно общаются друг с другом. При этом звуки эти имеют самое разное значение. Начиная от заигрывания с противоположным полом и просьбой о помощи, заканчивая сигналом о желании кушать. Вот такие они интересные представители наступающего года. Здравствуй, здравствуй, Новый год! Верю всем сердцем, принесешь ты много-много счастья ребятишкам и взрослым. Принимай от меня, мой друг, подарочек волшебный. Это копилка добрых дел. Впереди нас ждет 365 дней удивительных, прекрасных, очаровательных. И каждый из них подходит для того, чтобы совершать добрые дела. Ну, а уж в конце года посмотрим, что из этого получится. Договорились? Договорились. До скорого свидания, мой милый! До скорой встречи! Будь добрым да счастливым! Неси радость ребятишкам и взрослым! С Новым годом, друзья! С новой сказкой! Дорогие наши устюжане и новаторцы! От всей компании, связа и от частности от новатора, хочу поздравить вас с 2019 годом. В 2019 году компания уделит огромное внимание экологии, огромное внимание новым рабочим местам. И немаловажная сторона – это лесовосстановление и лесоуправление нашими арендными лесосеками. Хочу сказать, что на комбинате трудится более 70% жителей-инноватора. И также трудятся семьи, мужья, жены, дети уже много-много лет. Это как династия профессионалов, которая не заканчивается. Это долгосрочная история. История профессионализма, история трансформации всех навыков и истоков фанерного мастерства в новые технологии. В 2018 году мы сделали очень большой проект по экологии, в частности для региона и для новатора. Это газоочистка. 92% выбросов в атмосферу мы будем очищать. Это самый крупный проект и самый эффективный на территории России. В 2019 году мы продолжаем модернизировать предприятия и повышать мощности. Это затронет в том числе также экологию. Также затронет новые рабочие места. Более 80 рабочих мест будет создано на комбинате. Также комбинат, как вы знаете, является социально ответственным. Составляющей жизни региона. Мы помогаем школам, детским садикам, приютам, спортивным комплексам, спортивным школам, ремонтами, материалами. Пусть все мечты, которые вы планируете, они сбудутся. От себя лично и от компании хочу пожелать отличного Рождества, отличного Нового года. Пусть всегда будет тепло и уют в ваших семьях. Связа Новатор предлагает стать частью динамично развивающейся компании и приглашает на работу контролера деревообрабатывающего производства по приемке сырья. График работы сменный. Записаться на собеседование можно по телефону колл-центра 8 800 500 07 10 или направить анкету на электронный адрес. Будь лидером российской деревообработки вместе со Связа Новатор. Субтитры создавал DimaTorzok Готовится к Новому году. Сладкие подарки, украшения, бытовая техника, продукты для праздничного стола, игрушки, постельное белье и многое другое по приятно сказочным ценам. Магазин «Светофор» мы не обещаем золотых гор. Мы говорим честная цена. Улица Транспортная, 4. Фирменный салон товаров для сна «Оскона» теперь и в Великом Устюге. Огромный выбор диванов, матрасов, кроватей и аксессуаров для сна. Всем покупателям скидки до 50%. Беспроцентная рассрочка. Торговый центр «Прокопьевский». Улица Глединская, 61, первый этаж. Ложится на плечи пушистая сказка. Как теплая нежность, как добрая ласка. Подарок любимой от милого мужа. В холодную зиму укроет от стужи. Представленные модели спрашивайте в магазинах «Пантера». Ножтик на улице, ветер и снег. Но по погоде, а вот человек. А если сухие и теплые ноги? Ему не помеха, плохие дороги. Удобно, красиво, легко, без сомнения. Снежный бар с ТВК «Прокопьевский», второй этаж. Свадьба, юбилей, дни рождения. Кафе «Терем» приглашает в уютной атмосфере отметить свой праздник и поможет организовать праздничный стол по вашим желаниям. В день вашего банкета мы работаем до 12 часов ночи без арендной платы. Кафе «Терем», улица Песчаная, 2, телефон 2, 11, 82. Отдел фирменной одежды «Филео». Города Чебоксары порадуют милых женщин нарядами на все случаи жизни. Профессиональные продавцы помогут создать неповторимый стиль. «Филео». Каждую среду новое поступление. Большой ассортимент, расширенный размерный ряд. Отдел «Филео». 7 января Великоустюгский культурно-досуговый центр приглашает на рождественскую встречу девчата. Начало в 12 часов и в 14.30 вас ждет встреча с лучшими солистами и коллективами. Первые 100 билетов участвуют в рождественской лотерее. Спешите купить билет и загадать желание. Билеты уже в продаже. Справки по телефону 2-29-45. Здравствуйте! Это программа «Время перемен». В современной жизни мебель играет роль важного элемента, помогающего сформировать вокруг каждого человека комфортное пространство. Обновление мебели – удовольствие недешевое, поэтому надо понимать, как выбрать мебель для дома, чтобы она была удобной, красивой, долгой и исправно служила. Первое, что будет оценено при выборе мебели – ее внешний вид. И это логично. Зачем углубляться в изучение вариантов, которые даже внешне у вас не вызывают интереса? Ищите мебель в неярком решении. Если, конечно, ежегодная замена, скажем, мягкого уголка не входит в ваши планы. Если внешний вид вас устроил, посмотрите на следующие аспекты, а именно на функциональность предмета. Кроме того, что мебель должна быть вместительной, доступ к хранящимся в ней предметам должен быть ничем не затруднен. Идеальный вариант открыл и взял. Следующим этапом знакомства с приглянувшейся мебельной конструкцией станет вопрос качества. Поинтересуйтесь материалами, пошедшими на изготовление предмета. Консультируйтесь с продавцами-консультантами. Они помогут вам с выбором. Как выбрать мебель, не посмотрев фурнитуру? И действительно, об этом моменте забывать никак нельзя. От качества крепежных элементов будет зависеть и качество, и долговечное функционирование всей мебельной конструкции в целом. Не гонитесь за модными тенденциями. Берите только то, что вам реально нужно. Удачных новогодних покупок! Декабрь – самый волшебный месяц в году. Месяц, когда хочется дарить тепло близким. А мебельный салон «Элегант» и мебельная галерея дарят подарки. Купи товар от 10 тысяч рублей и презент твой. Акция действует с 24 декабря по 6 января. Подробности у продавцов-консультантов. Адреса – дом торговли, торговый комплекс «Пантера» и улица Угловского, 3, центральный рынок. Сварка сегодня находит применение практически во всех сферах производственной деятельности. С ней неразрывно связаны решения жизненно важных для общества проблем различных областей производства. Здравствуйте! С вами программа «Время перемен». Я Андрей Жилин. И сегодня мы поговорим о сварочных аппаратах. Трансформатор – наиболее простой и дешевый источник питания для ручной и дуговой сварки переменным током. Состоит из силового трансформатора и дросселя. Сварочный трансформатор имеет функцию регулировки сварочного тока. Оснащены встроенным витилятором охлаждения и защитой от перегрева. Сварочными выпрямителями называют источники питания, в которых постоянный ток получается путем выпрямления переменного тока промышленной частоты с использованием полупроводниковых вентилей. Общими элементами для сварочных выпрямителей являются силовый трансформатор, выпрямительный блок и блоки пускорегулирующие измерительной и защитной аппаратуры. Инверторы – сварочные аппараты для высококачественной ручной и дуговой сварки плавящимися расходуемыми электродами различного диаметра на постоянном токе. Сегодня существуют различные типы сварочных аппаратов. Какой выбирать – решать уже вам. Новый год – пара подарков. Магазин федеральной сети 220 Вольт приглашает за покупками. Для вас электроинструменты и расходные материалы к ним. 220 Вольт. Дрели и болгарки – лучшие подарки. Вас ждут на улице Красной, 134. Молочный завод «Устикмолоко» предлагает полезный и вкусный продукт – топленое молоко. Молоко топленое употребляют как самостоятельный продукт, так и готовят на его основе различные полезные блюда. Спрашивайте в магазинах города. По данным фонда ФОБОС, 29 декабря днем в Великомустиге ожидается пасмурная погода, возможно, небольшой снег. Температура воздуха – минус 11-13 градусов. Ветер западный – 1 метр в секунду. Ночью пасмурно без осадков – минус 10-12 градусов. Ветер южный – 2 метра в секунду. Изящные украшения из золота и серебра – лучший подарок к Новому году. В салоне «Орнамент» новая коллекция изделий для женщин и мужчин, иконы рочной работы, эксклюзивные подарки с символами наступающего года. Действуют скидки. Ювелирный салон «Орнамент» Советский проспект 56А. Фирменный салон товаров для сна «Оскона» теперь и в Великом Устюге. Огромный выбор диванов, матрасов, кроватей и аксессуаров для сна. Всем покупателям скидки до 50%. Беспроцентная рассрочка. Торговый центр «Прокопьевский», улица Глединская, 61, 1 этаж. Субтитры подогнал «Симон»!